итак вот исходный материал это вам придется поверить мне на слово эта курточка была на девочку 8-10 лет но она была безжалостно закинута в стиральную машинку постиралась там при температуре 90 градусов и в результате получился вот такой скафандр для куколки я свою руку здесь в кадр так поместила для сравнения чтобы поняли масштаб так и было довольно много вопросов по поводу того откуда такая симпатичная меланжевая поверхность и вот здесь видите в левом верхнем углу появился список материалов но это все совершенно не обязательно материал могут быть любые по форме подошвы я вырезала стельку из достаточно плотного твердого картона дальше мне понадобится малярный скотч это моя нога помещенная мягкий полиэтиленовый пакетик я ставлю ногу на картонную стельку и теперь при помощи малярного скотча всю эту конструкцию зафиксирую я проследила чтобы у меня пальцы и пятка все было строго стояла на стельке никуда в сторону не уезжала значит каким образом обматывать это уж как у вас пойдет процесс как рука ляжет но лично мне удобнее скажем так вот немножечко обмотать и отрезать или оторвать потом еще раз еще немножечко намотать и также отрезать или оторвать кусочек скотча особо толстым слоем наматывать не нужно у меня здесь цель была простая закрыть всю поверхность моего теоретического ботиночка то есть вот чуть выше щиколотки я закончу когда обматываю скотчем область где подъем щиколотка переход в голень здесь нужно обратить внимание на такой момент что голень моя должна располагаться перпендикулярно поверхности земли так как каблучок совсем маленький то нога не должна быть здесь как-то вот запрокинута назад тщательно оглаживаю всю эту конструкцию руками чтобы все складочки склеились не плотно облегали ногу вот видите вертикально идет моя голень и теперь начинаю рисовать выкройку сначала чисто визуально нахожу центр или рисую вот эту центральную линию на передней части и также на пятки далее я обвожу контур стельки будущие это жесткая картонная стелька там прекрасно прощупывается и вот по ее контуру я провожу линию теперь вот я взяла зелененький фломастер и ориентируясь на центральную линию симметрично относительно этой центральной линии я начинаю рисовать переднюю часть ботинка вот я нарисовала язычок и теперь такие вытянутые боковинки симметрично с обеих сторон также на передней детали я рисую контур будущий укрепляющий накладки теперь я поменяла фломастер чтобы не запутаться вот взяла синий и синим фломастером я рисую заднюю часть выкройки это по сути две боковинки соединенные на пятки боковинки в которых будут потом проделаны отверстия для шнуровки вот одна боковина здесь будут люверсы под шнуровку и точно также симметрично относительно центральной линии рисую вторую боковину и где-то там сзади на пяточки они у меня соединяются теперь мне нужно сделать надрез чтобы вытащить оттуда свою ногу и надрез я буду делать по зеленой линии с одной стороны с другой язычок я получается полностью вырезала и теперь могу извлечь оттуда ногу и продолжить вырезать по зеленой линии а потом я вырежу стельку видите разрез довела до стельки и теперь по контуру вырезаю стельку так все стельку я убрала видите вот так выглядит вырезанная передняя часть моей выкройки накладываю эту часть на бумагу и обвожу ее по контуру как видите вырезала я достаточно так небрежно и обвожу тоже довольно таки небрежно и получается довольно корявенькая линия прерывистая этого на данном этапе вполне достаточно все вот обвела и теперь эту корявенькую прерывистую линию нужно превратить в плавную и ровную я более четко гладко ровно обвожу обозначаю центральную линию теперь мне нужно вырезать выкройку для передней укрепляющей накладки носочек я сделала его такую фигурную красивую на самом деле форма может быть различной точно также накладываю на бумагу обвожу вырезаю хочу обратить ваше внимание что все детали которые для носочка для передней части ботинка они не симметричны относительно своей центральной линии то есть их правой и левой половинки они не совсем совпадают в районе пальцев поэтому я их вырезаю так вот целиком вот видите почечки почечки обвела контур а вот задняя часть она симметрично относительно своей центральной линии поэтому в принципе можно использовать ее половинку я допустим буду работать с правой или с левой половинкой а вторая половина будет абсолютно идентична но мне нужно ее надстроить вот эта вот часть обведенная синим контуром она принадлежит не только носочку но и пятки тоже вырезаю и надстраиваю прикладываю ее теперь совместив эти обе части оба фрагмента также накладываю их на бумагу обвожу и получаю выкройку задней части ботинка вот обвела более четко на пяточки у меня также будет укрепляющая накладка ее половина будет выглядеть так все вместе вот так она также симметрично относительно центральной линии поэтому я тоже использую ее половинку это получается одна деталь со сгибом посмотрите боковые части чуть приподняты наверх это нужно для того чтобы задние детали лучше облегали пятку последнее до что осталось обвести это наша стелька все выкройки готовы обратите внимание вот обе задние части они у нас со сгибом задней детали и жирненькой такой красной линии я обвела те участки где при раскрое я должна буду сделать припуск на шов и на деталях передней части точно также жирной красной линии обозначил тот контур где нужно будет сделать припуск на шов ширина припуска где-то наверно миллиметров 5-7 итак все детали бумажные выкройки готовы здесь можно поставить на паузу посмотреть как они называются и теперь можно приступать к раскрою главное здесь не терять не упускать из виду тот факт что все детали должны быть выкроены в двух экземплярах для правого для левого ботиночка вот видите прикладываю выкраиваю по низу припуск припуск на шов здесь конечно приходится как тут изворачиваться исхитряться допустим накладка укрепляющая на пятку очень хорошо у меня выкрылась и из капюшончика деталь переда вот пришлось вырезать из рукава предварительно рукав разрезов вдоль и вот все детали уже выкроены и теперь я прошу вас просто отметить наступил некий момент который мы обозначим как точка а просто запомним это точка а и далее я приступаю к так называемой черновой сборки сейчас я объединила все выкроены детали по группам то есть укрепляющую накладку на носок я приложила к носочной части укрепляющую накладку на пятку я приложила к пяточной детали и сейчас я буду их соединять вот сначала скрепляю булавочками достаточно буквально 3-4 булавки чтобы детали не смещались никуда далее я беру капроновую нить причем конечно лучше взять такую нить которая будет видно более-менее контрастная потом ее можно было легко найти и удалить выдернуть наметку и крупными стежками особо так не усердствую пришиваю эти детали носочную на носок пяточную на пятку ну вот видите крупными стежками я пришиваю укрепляющие детали готовы детали передней части задней части и теперь нужно их соединить вместе что я делаю я беру стельку нахожу примерно у нее серединку также нахожу середину передней детали и начиная от центра к краям скалываю их по периметру булавочками в одну сторону от центра до края разворачиваюсь и другую сторону также от центра до края вот теперь у меня передняя часть прикреплена таким образом к стельке и постепенно убирая булавочки я прохожусь по периметру и носочную деталь наметочным швом крупными стежками капроновой нитью пришиваю к стельке все пришито теперь точно так же я закрепляю деталь пятки сначала прикалываю булавочками затем пришиваю ниткой все готово вот такая черновая модель у нас получилось ведь какой неказистый ботиночек он совершенно не похож на человеческую ногу и чтобы придать ему нормальную анатомическую форму я его видите намочила в горячей водичке так вот приятно горячий не кипяток отжала хорошо отжала он должен быть просто влажным теперь вот на сцену выйдет очень важный инструмент вот здесь весь список я показываю мешочек мыло небольшая раскатка которую я также помещаю тоненький мешочек полиэтиленовый может быть утюжок какой-то в общем что-то чем удобно полировать выравнивать поверхность так вот раскатка для лучшего скольжения помещенная в тоненький мешочек так как самый главный инструмент это моя нога значит вот я на нее надеваю тонкий пакетик и поверх пакетика ботинок это я использую резинку для волос для того чтобы имитировать как будто бы уже зашнурован меня ботинок чтобы эти боковые части не расходились в сторону намыливаю и теперь вот раскаткой я старательно и довольно долго тру всю поверхность добиваясь таким образом двух эффектов первое это заготовка она меняет свою форму она начинает очень хорошо плотно облегать все естественные изгибы ступни становится более выпуклая носочная часть появляется анатомическая выпуклость на пятке сейчас я раскатку уже убрала тру просто руками и кроме того при этом еще и заваливаются все наши открытые срезы если в самом материале в войлоке достаточно много шерсти а волокон не так уж много то вот на этом этапе если хорошенько потереть то это вполне может быть достаточно чтобы все открытые срезы нормально завалялись и не махрились уже в процессе эксплуатации все хорошенечко потерла потерла и теперь можно снять заготовку с ноги все уже совсем другой вид теперь уже она похожа на человеческую ногу видите выпуклась на носочки на пятки появилась это просто вид сверху если у нас в материале кроме шерсти еще достаточно много волокон то может понадобиться еще дополнительно зашлифовать заваливать открытые срезы для этого я использую кусочек икеевской пупырки срезы уже намылены вот я их хорошенечко старательно затираю этой кусочком пупырки ну это такой медитативный процесс конечно же я не буду здесь показывать от начала до конца в общем принцип понятен я думаю и теперь вот я хорошенько в махровом полотенце отжимаю эту заготовку она снова становится такой страшненькой бесформенной и прежде чем отправить заготовку сохнуть я должна ей напомнить как вообще она должна выглядеть и снова надеваю на ногу и буквально несколько секунд огладить пригладить прижать к ноге и все войлок влажный он моментально принимает нужную форму теперь остается только аккуратненько снять это дело с ноги и отправить сушиться до полного высыхания я если сильно тороплюсь то сушу в электродуховке при температуре где-то градусов 40 вот видите какая выпуклость в носочке появилась ведь была совершенно плоская деталь это уже полностью высохшая заготовка и что же я делаю я все распарываю аккуратненько при помощи маникюрных ножниц посмотрите бойлок высох и прекрасно сохранил заданную форму выпуклость носочка вся осталась на месте вот подъем какой совершенно человеческий подъем на пяточки также выпуклость тоже вот она вся осталась на месте и тем не менее совершенно безжалостно я распарываю абсолютно все швы распарываю убираю наметку вот снова получается у нас такой конструктор с которым нужно работать дальше и вот теперь такой знаменательный момент который называется точка b что это означает я рада вам сообщить что вся работа проделана между точкой а и точкой б она не является обязательной во всех ситуациях эта работа необходима и скажем так важно если вы впервые работаете с выкройкой впервые работаете с этими лекалами и хотите проверить насколько они вообще необходимы насколько они вернее правильные не надо ли внести какие-то поправки какие-то детали может быть расширить или удлинить ну и кроме того раз уж я все равно собрала все на наметку я не только проверила работоспособность этой выкройки но еще и придала вот такую первичную сделала первичную формовку всех скажем так выпуклостей ступней но на самом деле мы теперь можем смело вернуться к тому что было перед точкой а это я закончила раскрой вот детали все выкроены вот они собраны сложены попарно и теперь можно приступать не к черновой сборке как было до этого не собирать все на наметку а приступить сразу к финальной сборке в том случае если лекала уже хотя бы один раз опробованы итак вот я прикладываю укрепляющую деталь на носок по периметру оставляю те самые 7 миллиметров которые уйдут в шов также провожу контур обмылом обмылком или кусочком мела провела вот контур укрепляющий детали на пятки тоже этот контур показывает куда я не должна ни в коем случае заходить клеем на самом деле я клеем не дохожу до этого контура примерно сантиметр клей момент кристалл вот я показала он конечно хороший у меня во всем устраивает кроме цены он довольно дорогой обувной клей наэритовый он дает тот же эффект но как-то вот подешевле получается достаточно щедро я буду лить клей пожалуйста не пугайтесь здесь у клея своя функция будет не только соединяющая но еще и укрепляющая но хочу обратить ваше внимание войлок который я получила в результате простирав курточку в стиральной машине он толщиной 3-4 миллиметра то есть это достаточно внушительная толщина чем тоньше вы получите войлок после стиральной машинки тем аккуратнее и меньше надо лить на него клей чтобы клей не пропитывал его насквозь ну вот видите на основной детали носка я клеем до краешков не домазывала а вот на этой укрепляющей детальке буквально пару миллиметров только не дошла до края и теперь детали должны немножко подсохнуть чтобы клей образовал пленочку 5-10 минут и вот клей подсох накладываю укрепляющую деталь ориентируясь на нарисованный заранее контур по периметру видите остается эти 7 миллиметров на шов тщательно тщательно прижимаю вот так очень крепко прижимаю расправляю чтобы все приклеилось крепко равномерно и аналогично приклеиваю укрепляющую деталь на пятку нанесла клей на заднюю деталь не доходя до нарисованного контура и до низа сейчас я приложила чтобы отметить вот эту границу за которую нельзя выходить клеем когда буду наносить клей на вот эту укрепляющую детальку то есть вот за эту линию клей ни в коем случае не должен выходить ну понятно почему да потому что такой хвостик который торчит торчит за пределы основной вот этой пяточной детали аккуратненько размазала не доходя до края буквально пару миллиметров и даю клею подсохнуть и сейчас еще немножко после того как первый слой клея высох я хочу еще немножко сильнее укрепить пятку и наношу еще небольшое количество клея вот сюда по центру да ну наверное настало время сделать наконец паузу и задать этот сакраментальный вопрос да куда же я столько клея мажу зачем с какой целью ведь мы же делаем экологически чистый замечательный материал бойлок и вот так вот со всех сторон обмазывать его клеем да еще в несколько слоев ну зачем куда это годится вообще и тут я конечно же соглашусь клей это штука химическая бойлок прекрасен великолепен сам по себе и оптимально было бы конечно же создавать обувь вообще не используя никакой клей но в данном случае мы пытаемся из одежды сделать обувь из одежного бойлока сделать обувной и некий элемент укрепления нам в любом случае необходим и чтобы это ни было будут ли это какие-то запятники из кож картона или гранитоля в любом случае они устанавливаются на клей но в данном случае я решила максимально упростить этот процесс укрепления и сам клей точнее получается что два или три его слоя они и являются укрепляющей частью высыхая они создают очень плотную жесткую хорошо держащую форму корочку и вот эта корочка она у нас играет роль укрепляющего элемента ну согласитесь это так просто простенькая но вполне результативно а что касается экологичности ну давайте не будем забывать что насквозь мы все-таки не пропитываем и между кожей нашей между ногой и клеем все-таки остается какой-то слой экологически чистой шерсти но кроме того увы и ах любая качественная кожаная обувь на подкладке там подкладка также устанавливается на клей то есть в любом случае ноги наши окружены этим клеем со всех сторон и вроде бы пока ничего плохого не произошло поэтому давайте клей примем как неизбежное зло но не сильно большое зло и продолжаем работать поэтому вот я нанесла клей размазала хорошенечко и точно также даем и подсохнуть подсох этот слой накладываю укрепляющую деталь ориентируясь на нарисованный заранее контур хорошенечко прижимаю вот уже так вот сгибаю эту деталь чтобы сразу же она приняла нужную форму и далее наверное такой самый занудный процесс я тщательно отстрачиваю все на машинке капроновой нитью можно контрастный можно под цвет вот я сначала по периметру укрепляющую деталь отстрочила а потом основную деталь пятки по верхнему срезу отстрочила на носочки также укрепляющую деталь всю по периметру шов проложен там буквально два три миллиметра от края и по краю отстрочила язычок причем вот в этих уголках где язычок соединяется с остальным телом заготовки там немножечко я так зигзагом прошлась чтобы дополнительно укрепить эти места так вот еще раз показала эти детали уже отстроченные готовы к дальнейшей сборке и теперь можно приступать к этой самой дальнейшей сборке значит вот я накладываю заднюю деталь на переднюю ведь какой приличный нахлёст получается и таким образом у нас ступня по всему периметру окружена двойным слоем бойлока и на носочки и на пятки и теперь уже вот и по бокам сколола булавочкой и буквально несколькими крупными стежками наметки фиксирую и точно так же с другой стороны прикладываю проверяю симметричность скалываю булавочкой и несколькими крупными стежками закрепляю сметываю переднюю заготовку с задней переднюю и заднюю части я стачала на швейной машинке причем вот в этой области прошлась швейной машинкой вперед-назад пару раз чтобы соединение было особенно крепким здесь видите стрелочка показала туда-сюда прошла затем шов продолжила вдоль нижнего среза видимого среза на расстоянии где-то 2-3 миллиметра от края затем я эту заготовочку вывернула наизнанку скажем так повернула так чтобы была видна изнанка и прошила вот вот так вот я сейчас показала пальчиком вот сначала это где светлая нить проходит светлая нить была заправлена в верхнюю иглу а темная нить в чем ночную вот красными стрелками я показала как прошила с этой стороны также ориентируясь на видимый срез почему я половину прошла с той стороны а половину с этой именно из за того что здесь видимый срез так располагается и аналогично прошла с другой стороны и теперь вот этот весь верх нужно прикрепить к стельке и снова нахожу центр визуально у стельки центр центральную линию верхней части и начинаю от центра двигаясь по периметру скреплять булавочками в общем то эта процедура совершенно аналогично тому что я делала во время черновой сборки обуви все точно также и точно также потом я беру нитку иголку и начинаю обычным наметочным швом прошивать весь периметр убивая убирая лишние булавочки но есть небольшая разница обратите внимание я взяла здесь нитку максимально подходящую по цвету сливающуюся с цветом бойлока и это не одинарная нитка как вообще полагается когда делаешь наметку брать одинарную ниточку контрастного цвета нитка двойная стежки я делаю совсем не крупные аккуратные небольшие стежочки с чем все это связано это наметка останется навечно в ботиночке эту наметку я убирать не буду поэтому нужно ее сделать аккуратной незаметной ее функция будет в том чтобы скрепить вверх и низ ботиночка до момента пришивания к подошве ну вот видите стандартная процедура обрезками войлока я забиваю вот эти дырочки в подошве в задней части по крайней мере но видите впереди здесь тоже такая решеточка довольно ощутимая а ведь войлок-то у меня не обувной войлок-то одежный и чтобы защитить его от пронашивания от продавливания сквозь эти дырочки я сейчас приклею сюда такую промежуточную стельку из кожи конечно же это может быть что угодно это может быть кожзам я не знаю там обувной картон что угодно вот у меня дома лежат излишки не очень качественной кожи мебельной я из нее периодически выкраю вот такие стелечки нанесла клей на подошву обычный обувной клей кендо фарменный ритовый нанесла на подошву нанесла на стельку подождала пока клей схватится минут 15 он покрывается такой пленочкой и уже не тянется за пальцами приклеила стельку и теперь точно ту же процедуру делаю уже для самого ботиночка нанесла клей на стельку нанесла клей на ботиночек подождала пока он подсохнет минут 10 аккуратно устанавливаю смотрю чтобы нигде у меня не сместилась чтобы пяточка носочек встали на место так как мы стельку выкраивали по строго по линии подошвы то конечно же сейчас все должно совпадать идеально прижала придавила и зафиксировала эту конструкцию обычной простите трусиной резиночкой в несколько оборотов внутри я набила так более-менее плотненько мешки обычные полиэтиленовые мешочки которые на каждой кухне валяются и оставляю это сохнуть у меня холодный способ склейки поэтому оставляю сохнуть на ночь ну хотя бы часиков 4-5 оно должно вот так постоять и хорошенечко высохнуть все клей высох подошва зафиксирована я убрала все резиночки все мешочки и теперь начинаю обычный процесс пришивания подошвы к войлоку ну с маленьким нюансом как видите у нас здесь весь шов торчит наружу и грех было бы не использовать это чтобы попробовать так называемый ранто прошивной способ крепления подошвы это когда крючок у нас не заходит внутрь внутрь сапожка внутрь ботинка постоянно находится снаружи и таким образом мы получаем по всему периметру вдоль бортика подошвы получаем такой рантик видите проколола вытащила петельку наружу я сейчас вытащу два длину нити равную двум оборотам вокруг подошвы и давайте будем ее называть нижняя нить а вот та которая сейчас торчит из войлока на которой болтается не отрезанная катушечка это верхняя нить расстояние между проколами я делаю от 9 до 12 миллиметров то есть в среднем где-то сантиметр прокалываю придерживаю левой рукой чтобы крючок у меня не оторвал всю эту конструкцию свеже приклеенную от подошвы прокалываю одновременно и кожаную стельку и оба слоя войлока протаскиваю наружу петельку верхней нити затягиваю в общем все как обычно для процедуры пришивания она абсолютно ничем не отличается в общем-то от стандартной технологии ну вот еще пару шовчиков видите проколола за крючок зацепила верхнюю нить вытащила петельку наружу сквозь петельку протащила нижнюю нить верхнюю нить слегка затянула чтобы пересечение нити исчезла в материале подошвы так все прошла весь периметр завязала узелочки узелочек между верхней и нижней нитью и теперь вот эти хвостики я спрячу так небрежно в материале подошвы люблю я знаете прятать эти хвостики не в бойлоке а именно в самой подошве благо материал термоэластопласт очень текучий а пока он еще смягчен клеем обувным он текучий вдвойне все эти отверстия не моментально залечиваются заплавляются самый хвостик нитки я люблю так поджечь заплавить это отверстие дополнительно вот так все получается аккуратненько симпатично и снова колодка то бишь моя собственная нога мешочек на ноге бойлок здесь увлажнен не обязательно прям конкретно мочить но он должен быть слегка влажный и я снова ему напомнила какую форму он должен принять в этой правильной форме с выпуклостями анатомическими на носочки на пятки ботиночек высох он полностью высох и теперь можно избавиться от лишней волосатости замечательно это зажигалка по моему их называют каминные зажигалки да вот с таким длинным носиком я обжигаю всю волосатость тут главное правило не держать ботиночек над огнем а держать зажигалку так сбоку естественно потому что вся копоть она идет наверх таким образом можно обжечь и изнутри ботиночек главное слишком долго не держать зажигалку на одном месте образуется такое некрасивый пепел обгорелые кончики волосков их очень удобно стряхивать обычно сеткой москитной вот той самой через которую я притираю допустим при валянии и вот я видите уже вставила люверсы и сразу приобрел ботиночек законченный вид осталось только его зашнуровать собственно говоря все дальше пошли уже кадры про красоту вот такой он симпопошка симпатяга и вот второй ботиночек ну и собственно говоря вот вот они готовы уже видите там сзади на хлястик то есть на эти вот хвостики прикрепила кожаные берочки вот такие да заклепки в общем в целом ботиночки готовы а сейчас вот ну можно просто при повторном просмотре нажать на паузу и прочитать этот списочек я не буду его сейчас озвучивать озвучивать